Вопросы авторского права в современном мире крайне актуальны. Нередко мы слышим о судебных процессах, когда, например, тот или иной музыкант считает, что его произведение было украдено другим исполнителям. Авторское право в сфере информационных технологий изучает Дмитрий Владимирович Кожемякин, доцент кафедры финансового и предпринимательского права Волгоградского института управления филиала Ранхикс. Сам молодой ученый происходит из семьи юристов и врачей. Но несмотря на такую родословную, после школы он решил поступить на программиста в Волгоградский индустриальный техникум. Завершив там обучение, далее получил образование юриста в Волгу. На третьем курсе, мне, честно говоря, стало немножко так это грустно всем этим заниматься вот по книжкам и учебникам. Я решил подумать о том, как я могу связать свои знания программирования, информационных технологий, интернета и юриспруденцию. И вот тогда я впервые там набрел на тему своей кандидатской диссертации по доменным именам, по появлению вот этих новых объектов прав. И вот начиная с третьего курса я уже писал курсовые работы, научные публикации по доменным именам, по интернету, по интеллектуальной собственности. В 2017 году Дмитрий Кожемякин защитил кандидатскую диссертацию, посвященную доменным именам, после чего стал трудиться преподавателем в Волгоградском институте управления филиале Ранхикс. Почему мне нравится преподавательская деятельность? Потому что я не преподаю какие-то общие курсы, которые не связаны с моей практической и научной сферой деятельности. Я преподаю как раз авторские курсы. То есть вот в рамках Ранхикс у меня есть замечательный курс информационного права. Он небольшой, но в рамках него я по сути рассматриваю со студентами все те вопросы, которыми занимаюсь и в рамках науки, то есть в рамках своих научных изысканий и в рамках своей практической деятельности, потому что параллельно с преподавательской деятельностью я еще являюсь достаточно известным, будем так скажем, судебным юристом по интеллектуальной собственности. В рамках своей научной деятельности Дмитрий Владимирович тщательно изучает авторское право в контексте информационных технологий. По его словам, этот вопрос имеет многовековую историю, и в настоящее время пора пересмотреть его принципы. Изменились коммуникационные стратегии. То есть если раньше вам для того, чтобы создать копию произведения, нужны были какие-то специфические технические средства, то сейчас эти технические средства есть у каждого. Копирование произведений происходит довольно легко. Легко копируется, легко создается, легко ищется. Как отмечает Дмитрий Кожемякин, авторское право преследует две цели. Во-первых, автор должен получить вознаграждение за свою работу. Во-вторых, все авторские произведения подразумевают под собой постоянное развитие культуры в целом. Молодой ученый считает, что в современном мире необходимо расширять границы использования авторского контента. Игорь Ичмев, Роман Миколенко, телеканал «Олгоград-1».